Привет, друзья! В этом видео собраны 7 составляющих питания, которые помогут запустить и ускорить процесс набора мышечной массы. Поехали! Один из важнейших стимулов для роста массы – это профицит энергии. Для того, чтобы мы могли просто идти, пить воду, тренироваться и в том числе наращивать мышцы, нам нужна энергия. Ее организм получает из пищи, но дело в том, что если калорий, витаминов и БЖУ в дневном рационе будет не хватать, то мышцы просто не будут расти, как бы правильно мы не тренировались. Поэтому за день нам нужно получить больше калорий, чем потратить. А для того, чтобы все нутриенты из пищи нормально усваивались, нам важно есть не просто больше, а чаще. Для набора массы хорошо работают небольшие, но частые приемы пищи. Частые – это когда перерыв между ними примерно 2,5-3 часа. В день у нас получается 5-6 приемов пищи. Вот это будет оптимально, потому что если есть еще чаще, то вы будете сильно перегружать ваши внутренние органы. Но здесь вы можете сказать, я уже ем 5 раз в день, каждая моя порция нормальная по объему, но вес я так и не набираю. Что мне делать? В этой ситуации первое, на что надо обратить внимание, это то, что вы едите. Было бы круто просто есть то, что вкусно и побольше, чтобы набирать по максимуму калорий и наблюдать, как растет чистая масса. Но, к сожалению, это так не работает. Для набора мышц нужно проследить не только за калорийностью. Дело в том, что, например, витамины и минералы нужны для синтеза тестостерона, который просто необходим для роста мышц. И уже получается, что бургеры и кола – это не совсем то, что надо. Потому что, да, калории вы наберете, но это просто пищевой мусор, который не помогает, потому что в нем нет достаточной пищевой ценности для того, чтобы дать возможность мышцам расти. И суть в том, что достаточно правильно организовать свое питание, и вы сразу начнете замечать, насколько мощнее становится ваше тело. Ключ к этому – планирование вашего дневного рациона. Распишите для себя меню на несколько дней вперед. Если вы заранее приготовите и заморозите ингредиенты, то вам будет намного проще держать режим питания. И ваши мышцы обязательно отреагируют, когда вы наполните свой рацион нужными для роста продуктами. Но если вам трудно есть 5 раз в день, можно один прием заменить добавкой в жидкой форме. Как альтернатива твердой еде, для набора веса самыми эффективными добавками будут гейнер и протеин. Что из них выбрать? Если в рационе питания не хватает белка, то лучше взять протеин. Если вопрос только в том, как получить больше калорий, смело берите гейнер. Главное, на что надо обратить внимание при выборе гейнера, это чтобы в его состав входили именно сложные, а не простые углеводы. Так вы получите пользу, а не просто съедите ложку сахара. Особенно эти добавки будут актуальными для эктоморфов, то есть от природы худых людей. Говоря просто, если вы худой и очень сложно набираете вес, то в принципе можно не бояться перебрать калорий и в какой-то степени вам даже очень повезло. Потому что вы можете чаще других позволить себе вкусные, высококалорийные приемы пищи без последствий в виде жира на животе. Если вы средний по телосложению и набираете в принципе нормально, но когда часто питаетесь фастфудом и не контролируете свой рацион, то начинаете подзаплывать, старайтесь допускать меньше читмилов и по минимуму перекусывать незапланированно. Ваш дневной профицит калорий не должен быть очень большим. А если вы склонны к полноте, то ваш режим питания должен быть просто идеально чистым для максимального набора не жировой, а именно мышечной массы. Но говоря точнее, вне зависимости от типа телосложения, для качественного роста массы ваш рацион должен быть грамотно сбалансированный. Для чистого роста мышц вы должны съедать нужное количество жиров, белков, углеводов, плюс это надо вложить в оптимальное для вас количество калорий. Проблема в том, что нельзя сказать сколько БЖУ или калорий надо есть именно вам, не зная ваших данных. Какие-то общие цифры и формулы это нормально, но это не гарантирует точности. Поэтому, если вы хотите получить конкретно для себя последовательный, уже просчитанный и грамотно сбалансированный план питания на каждый день, то вы можете забрать его под этим видео. Если это видео было для вас полезным, оцените его и напишите, какое самое главное правило для набора массы для себя выделяете вы. А я желаю вам успехов, занимайтесь собой и получайте удовольствие от правильных тренировок. До встречи в следующем видео! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова